Так, мы приехали в очередной аул. Блин, название я прощелкала. Короче, и сейчас поедем на озеро Каэндэ. Мы ждем наш транспорт. Нас предупредили, что будет нас смотать из стороны в сторону, потому что плохие дороги, и эти уазики очень быстро ездят. Ну, ничем, мы не боимся сложностей. Я на пребывании солнца всего лишь была час, и конкретно загорела верхняя часть. У меня ноги, как всегда, ни хрена не загорают, что меня начинает подвешивать. И на озере обещают дождь, поэтому я взяла подготовку, надели кепки. В общем, скоро в путь дорогу. Я так понимаю, что ничего сложного нет в этом походе. Нас везде возят, мало ходим, так что нормально. Такой а-ля поход для ленивых. А вот и наш транспорт подкатил. Это все наши люди. Так, туристы Алматы Тур, мои туристы. Ну, мы тоже Алматы Тур, но мы и другие. Сейчас поедем. Так, наш аул называется Сатты. Вот название. Я что-то даже не увидела. Кошки линждер. Наш автотранспорт на сегодня. И нас тут кидает, как селедок каких-то... Не знаю, нет, как дрова. Как дрова какие-то выйдут. Но главное, ему зончик клевый. О, сейчас куда-то вниз будем ехать. Бошечки, кошечки, как страшно. Дерев fuera. Добавляем походу. Добавляем походу, чемпоцентно. Добавляем походу. знаете куда мы направляемся мы направляемся к лошадям в общем я решила осуществить еще одно свое желание покататься на лошади на верблюдах я каталась в египте а живу в казахстане в лошадином раю и на лошади ни разу не сидела вот так вот и начинается приключение сидела женщина скучала иди вот тут правее правее левее левее короче друзья первый раз сижу на лошади такой прекрасный вид вокруг вы просто посмотрите это что-то с чем-то если сказать что эмоции зашкаливают ничего не сказать плюс в копилочку сбылась еще одна мечта господи какая красота вы только посмотрите какая красота ребята господи какие оттенки а 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 и и а и а а а очень красивое озеро я так его хотела посмотреть а немножко расскажу это озеро появилась в результате сильного землетрясения год не буду врать то ли 1911 или какой-то что-то там в общем я не буду врать а а появилась за счет землетрясения и реки затопили и получилось образовалось такое озеро здесь был лес и вот эти вот елки так и остались жить и и это озеро у него свой микроклимат а летом получается плюс 4 температура воды а зимой минус 4 и вспомнил это вообще какая-то такая некая загадка и эти деревья которые вот торчат они не разрушаются и вот и живут своим микроклиматом в общем наконец-то я попала на озеро каэнде посмотрите какое оно красиво людей конечно много но никто никому не мешает фотографироваться абсолютно ну как бы нормально все культурно вежливо единственное что я как белокожий человек вся сгорела вот а у меня даже на животе полоска ноги короче как всегда ноги ни хрена не загорели а загорел только вверх ну ладно в Шамкенте проканает придется все время ходить в штанах а показывать декольте тогда что ли наверное еще здесь точно так же вот фотографируется сперку там с этим орлом в одежде где они сейчас покажу плохо видно ну вот они вот они стоят фоткаются мы так вчера фотографировались на Чимбулаке у нас очень классные фотографии получились просто супер здесь даже не много фильтра очень все красиво вот мы заобщались с испанцами и вот всю поездку с ними разговариваем на нашем ломаном английском мне даже пришлось вспомнить что я знаю английский хотя бы чуть-чуть ну это прикольно скажите же очень красивый вид я исполнила еще одну свою мечту ну что мы немножко прогулялись час прошел очень быстро возле озера прогулялись и сейчас мы поднимаемся к лошадям слушайте в крутую горку прям подниматься тяжело спускаться было очень легко пипец но зато посмотрите какие виды сзади меня а спереди какие виды спереди задница Светланы я вам ее показывать не буду там ничего красивого нет я же задыхаюсь а назад мы тоже поедем на лошади наши лошадки нас ждут сейчас через десять минут уже тронемся последствия каньона уж не знаю как выразиться наверное они не отстираются все какие-то ужас кроссы а еще конем с временем вот этим натерло вот себе синяки надеюсь что это грязно но нет это синяки ну что дорогие друзья время почти одиннадцать мы почти дома у нас оказывается до пункта назначения и дома 7 минут пешочком так что это очень-очень замечательно и вот мы идем без ног уставшие но очень очень-очень счастливые в итоге что я смонтирую видео и надеюсь вам очень понравится как мы отдохнули и наш третий день сегодня подходит к концу а завтра уже утром мы садимся в поезд уставшие но счастливые сгоревшие но полные эмоции и сил не хочется конечно возвращаться в нашу реальность но придется света еще пока не возвращается а я уже все вторник я буду в строю пахать 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 потому что меня там уже ждут уже пишут уже и на воскресенье просят женский день провести короче начинаются головники ой я не умею просто вот так отдыхать и потом на лайте вливаться в работу у меня всегда все вот так так что наверное сегодняшний день я вот так завершу или еще не завершу не знаю посмотрим в общем спасибо что были со мной и гуляли со мной по этой прекрасной алмазе пока пока